Друзья, всем привет! Меня зовут Чернобавев Денис, я лидер стартапа DreamKit и сегодня я хочу поделиться с вами новостями нашего проекта. Напомню, у нас есть три большие цели для нашего небольшого стартапа. Первое – это открытие нашей новой кофейни в Башне Федерации в Сити до 25 октября. Второе – это достичь прибыльности в нашей первой кофейне Омеги и беды 30%. И третья цель – это открыть 10 кофейн до конца года. Расскажу о том, как мы двигаемся по этим целям. Наверное, самая большая, самая существенная, радостная новость для нашего проекта – это открытие нашей третьей кофейни. Это небольшой шаг для большой компании Dodo Brands, но большой шаг для нашего небольшого проекта. На самом деле, Тинькофф, открытие кофейни в Тинькофф – это очень интересная история. Мы присмотрели это помещение еще в начале лета этого года, однако оно было занято другой кофейней. У этой кофейни были не очень хорошие результаты, она делала в день около 20-30 чеков, и мы предложили этой кофейни перекупить право аренды. Мы достаточно долго ввели переговоры, и вот к концу августа мы достигли соглашения, мы заплатили небольшую компенсацию и подписали договор аренды с бизнес-центром. Всего за 10 дней наша команда развития сумела построить новую кофейню, открыть drinkit в этой локации, и кофейня уже начала свою работу. Капекс в этой кофейне, то есть вся смета этой кофейни составила менее 2 миллионов рублей, а выручка к концу четвертой недели работы уже достигла 40 тысяч. 40 тысяч, на самом деле, это знаковая отметка для нас, именно такой мы ставили целевую выручку. Мы понимали, что при такой выручке и беда в этой кофейне может составлять от 20 до 25 процентов, мы считаем это просто отличным результатом для старта. Однако эта кофейня только начала свою работу, мы думаем, что она продолжит расти, поэтому мы считаем это действительно хорошим результатом. Что же происходит в нашей кофейне в Башне Федерации? Это один из наших ключевых проектов в этом году. Мы заключили договор аренды в Башне Федерации еще в середине лета, и на самом деле уже к концу лета у нас было готово все необходимое для того, чтобы мы начали стройку и открыли кофейню. То есть мы разработали дизайн-проект, новый дизайн-проект для этой кофейни, новую концепцию, мы разработали технологический проект, мы собрали команду, обучили эту команду. Однако все это время мы не могли даже приступить к строительным работам, потому что в Башне Федерации очень сложная процедура согласования проекта. Мы знали об этом риски, но мы недостаточно заложили времени на эту процедуру. По нашему плану должно было составить около одного месяца, однако в итоге мы потратили на это практически два с половиной месяца. Но вот сейчас мы находимся буквально в одном шаге от того, чтобы начать стройку. Буквально, я думаю, что со дня на день у нас начнутся строительные работы в Башне Федерации. И я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы открыть эту кофейню до конца октября этого года. Вот таким замечательным образом будет выглядеть эта кофейня. Это абсолютно новая дизайн-концепция, которую разработал для нас дизайнер, который с нами работает по проекту DreamKit, дизайнер Саша. Саша, спасибо. Мы считаем, что это просто отличный дизайн. Это кофейня по формату будет похожа на то, что у нас сегодня есть в Омеге. То есть это будет кофейня с небольшой площадью, с минимальной посадкой. Фактически кофейня, которая нацелена на паттерн Coffee to Go. Но при этом это совершенно новый шаг с точки зрения как технологии бара, так и самой дизайн-концепции. У нас есть еще одно подписанное помещение, в котором также вот-вот должна начаться стройка. Это помещение в бизнес-центре Diamond Hall, который находится на проспекте Мира. Это большой, красивый бизнес-центр на 4000 человек, в котором находится главный офис компании Gazprom Media. Это такие телеканалы, как Match TV, например, или Пятница. Также в этом бизнес-центре находится один из крупных офисов Сбербанка, Банка Кредит Европы и нескольких других арендаторов. В Diamond Hall у нас все идет по плану. Мы планировали, что эта кофейня будет открыта в конце октября-начале ноября. Мы чуть-чуть задержали сроки выхода на стройку. Мы планировали, что на стройка начнется в конце прошлой недели. Однако возникли небольшие сложности с точки зрения технологического проекта. Я думаю, что буквально вот в конце уже этой недели стройка начнется, и эта кофейня откроется в начале ноября. Это будет кофейня в немножко другом формате. Площадь нашего помещения в этом бизнес-центре составляет 71 квадратный метр. У нас будет здесь достаточно комфортная зона ожиданий для гостей, которые спешат, но при этом будет достаточно комфортная посадка. Там будет порядка 25 посадочных мест для людей, которые захотят провести в нашей кофейне какие-то встречи или переговоры. В этой бизнес-центре нет ни одной другой, по сути, кофейни. Там есть одна небольшая кофейня to go, и мы будем, скажем так, монополистами. То есть если где-то люди захотят провести время в каком-то заведении, то кофейня Drinking будет фактически для них единственным вариантом. Что же еще у нас происходит с точки зрения развития, с точки зрения движения к нашей цели 10 кофейн до конца года? Я думаю, что буквально с часу на час наша команда развития подпишет новое помещение в бизнес-центре Магистраль Плаза. Арендодатель в этом помещении принял все правки по договору, и на сегодня назначено подписание. Саша, без подписанного договора в офис не возвращайся. Немножко про этот бизнес-центр. Это достаточно крупный бизнес-центр. Он очень похож на бизнес-центр Омега, где открыта наша первая кофейня в Москве. Там работает более 5000 человек. Нет ни одного крупного якорного арендодателя, но достаточно много работает небольших компаний. В этом бизнес-центре большое количество конкурентов, около 5-6 других кофейн. Площадь нашего помещения составляет 50 квадратных метров. Это будет также небольшая кофейня to go с ограниченной посадкой. Мы ожидаем, что выручка этой кофейни будет в районе полутора миллионов рублей. Ожидаемый story level bidda составит около 25%. Открытие будем планировать на декабрь этого года. На самом деле, я думаю, что наша команда развития проделала колоссальную работу с точки зрения поиска и подбора помещений. Еще пару месяцев назад, когда я выступал на предыдущей еженедельной встрече, мы считали достижением этот отсмотр около 200-300 помещений в месяц. Сейчас мы отсматриваем более 1000 помещений еженедельно. И вот сейчас, на данный момент, у нас есть 17 помещений, по которым мы уже сделали оффер арендодателям и ожидаем от них ответ на той или иной стадии. Где-то мы уже согласуем финальные детали по договору. Таких помещений у нас два. Я пока их не буду анонсировать, но также очень рассчитываю, что в октябре мы подпишем эти два помещения. Но и также стоит отметить, что наши партнеры в Самаре также продолжают развитие. И у них есть как минимум два помещения, по которым они также готовы сделать оффер. И, скорее всего, до конца этого года, как минимум, одна, возможно, две кофейни откроются у нас в Самаре с нашими партнерами. Что же происходит с нашей прибыльностью? На самом деле, тут у меня нет каких-то значительных новостей, которыми я мог поделиться. В июле, в августе, в сентябре мы вышли на определенный плато с точки зрения выручки. Наша выручка составляла около полутора миллионов рублей. И наша прибыльность практически сильно не менялась. Мы потихонечку снижали лаборкоз, у нас улучшались показатели скорости, эффективности. Но при этом в юниткоз другие показатели стояли на месте. Однако в октябре у нас начался новый рост. Если еще в августе, в сентябре наша средневная выручка составляла порядка 65 тысяч рублей, то уже в октябре, на первой неделе октября, это показатель составил 75 тысяч рублей. То есть мы сделали значимый шаг вперед. Я думаю, что для этого было несколько факторов. Во-первых, это обновление линейки еды. Во-вторых, это запуск осенней линейки. Ну и в-третьих, я думаю, определенный кумулятивный эффект, который у нас накопился за время нашей работы с точки зрения скорости, сервиса и качества обслуживания. Ну, одна из наших гипотез, что, возможно, закончились какие-то ковидные ограничения в некоторых компаниях, которые находятся в бизнес-центре Мегаплаза. Возможно, часть офисов снова вышла на работу офлайн. Однако эта гипотеза не подтвердилась, так как чеки у наших конкурентов не растут. То есть наша выручка выросла, а у конкурентов выручка в этот же период времени не выросла. Что касается… у нас есть некоторые новости по нашему меню. Это тоже, так же, на самом деле, непосредственно связано с нашей прибыльностью. На предыдущих ежедневных встречах я рассказывал, что мы достаточно большое количество еды готовим из-под ножа. И это ухудшает нашу операционную эффективность, то есть завышает наш labor cost. Мы достаточно долгое время, наша команда продуктов, маркетинга находилась в поиске качественных поставщиков, поставщиков, которые могут давать нам еду, которая нам нужна для нашего меню, по необходимым для нас ценам и с должным уровнем качества. И мы как раз в сентябре нашли таких поставщиков и полностью обновили линейку наших йогуртов и каш. Больше мы их не готовим из-под ножа, теперь они приезжают к нам готовыми, а значит наш labor cost станет в ближайшее время еще более эффективным. Также мы ушли практически от всех видов круассанов. У нас было 6 видов круассанов. Мы вывели 5 из них и ввели взамен 2 круассана, которые приезжают к нам готовыми от поставщика. Пока у нас все еще остался круассан с розбифом, мы его продолжаем готовить самостоятельно. Но я думаю, что в ближайшее время мы также найдем решение этой проблемы и полностью уйдем от приготовления еды в омеге. Как я сказал несколько слайдов назад, мы запустили осеннюю линейку напитков. Я думаю, что это стало таким важным событием для кофейни, потому что это в том числе повлияло на рост нашей выручки. Практически все напитки вошли сразу в топ-продаж, и я думаю, что в целом это важная, существенная часть концепции кофейни, это постоянное обновление меню, которое помогает поддерживать интерес к нашему продукту и помогает нам расти частоту наших постоянных гостей. В нашем мобильном приложении также есть отличные новости. Наконец-то наша команда дизайна и разработки закончила работу над новой концепцией меню. Этот, скажем так, редизайн приложения позволит гостям более удобно и быстро находить необходимые для них продукты. Мы думаем, что это значимо повысит как, в принципе, восприятие нашего приложения, так и конверсию. Возможно, также повлияет на рост выручки. У нас есть отличные новости из нашего учебного центра. Это также очень важный фокус для нашей команды. Мы понимаем, что мы можем открывать очень много кофейни, но если мы не сможем правильно нанимать и обучать людей, то мы не сможем добиваться должных результатов. И наша команда проделала большую работу с точки зрения онлайн-обучения. На данный момент у нас уже записано достаточно большое количество курсов. Я думаю, что до конца года прям очень существенную часть обучения можно будет пройти онлайн, и это повысит также значимую нашу эффективность с точки зрения обучения, погружения новых людей. У нас есть такой проект внутри учебного центра, внутри команды люди. Это 100 баристов до конца года. Это количество баристов было определено исходя из нашей амбиции по, прошу прощения, по количеству кофейн. И мы практически на еженедельной основе отслеживаем показатели как с точки зрения найма, так и с точки зрения обучения. И пока мы двигаемся в рамках нашего плана. Сейчас у нас уже около 15 человек готовы к работе в наших будущих кофейнях. Это люди, которые уже обучены и ожидают открытия кофейни в Даймонд Холле, кофейни в Сити и в наших новых помещениях. Ну и, конечно же, я не мог сказать про важные новости с точки зрения сервиса. Мы делаем важные шаги вперед с точки зрения обучения вот этого тонкого момента, то есть обслуживания гостей. У нас есть такой тренинг, который называется «Эмоциональный сервис». И в рамках, значит, в сентябре, в августе наша команда учебного центра провела обучение для нашей команды в Самаре. Запустила там марафон по эмоциональному сервису. И, на наш взгляд, это тоже должно очень сделать важный шаг по движению вперед с точки зрения сервиса и качества обслуживания. Друзья, это все, с чем я хотел с вами поделиться. Большое всем спасибо. Всем желаю отличной рабочей недели.